Любителям секонд-хенда большой привет! Мы снова с вами отправляемся по магазинам секонд-хенд. Это уже все ролики, которые будут сейчас. Это будут ролики из архива, можно сказать. Знаете, иногда снимаешь и думаешь, зачем я это снял, какая-то ерунда, наверное, зрителям не понравится, надо удалить. Но, на удивление, в этот раз я ничего из снятого материала не удаляла. У меня, наверное, знаете, как сердце чувствовало, что что-то произойдет. И на самом деле так и произошло секонд-хенды. Закрыли у нас весной, в первую волну были закрыты секонд-хенды. Но помимо секонд-хендов были открыты другие магазины. И, знаете, как-то шапогулику не очень ощущалось. Можно было пойти в другой магазин, можно было пойти в масс-маркет, в тот же H&M, например, или в Кос, погулять хотя бы, знаете, ничего не покупая. Но просто чтобы душа, знаете, глаза порадовались. Руки пощупали. А в этот раз закрыто все. И, конечно же, очень печально. Но я наснимала кое-какого материала. И пока мы будем сидеть с вами на карантине, и, так скажем, у нас будет шапогольный голод, то мы будем с вами все равно гулять по магазинам секонд-хенд. И в этот раз мы с вами сейчас будем обозревать магазин Хуману, пятинедельную, первый день привоза. Как уже я много раз повторяла, сейчас как-то, знаете, совсем печально, до закрытия было в магазинах секонд-хенд. Наверное, все-таки это связано с вирусом во всем мире, с тем, что мало собирают, либо люди мало вообще что-то сейчас отдают на благотворительность. Просто потому, что у них, знаете, сейчас в голове не то, чтобы, как вот, знаете, расхламиться, разобрать свой гардеробчик и собрать в мешочек и поставить около подъезда или около калитки, чтобы это кто-то забрал. Наверное, у людей сейчас какие-то более другие мысли в голове, что они ничего не на благотворительность в мешочке не собирают. Ну и, наверное, потому что зима, зимой у нас всегда, скажите мне, как у вас вообще в секондах, есть вот разница между сезонами? Вот у нас все-таки разница есть, когда зима, когда очень много верхней одежды, соответственно, из-за этого мало блузок, мало блузонов, маек, платьев, вот всего этого очень мало. Ну, не очень, конечно, намного меньше, чем весной и летом. Так вот, вот мне интересно, скажите, у вас так же получается по сезонам зимой, так же у вас хуже привозы, чем вот у нас, например? Потому что вот когда листаешь даже вещи, ну, можно сказать, иногда нечего даже вам показать, потому что стараешься-то показывать самое интересное, ну, это то, что, на твой взгляд, интересное. Либо какие-то бренды, знаете, типа Dolce & Gabbana или там Gess или еще что-нибудь, либо какие-то яркие, ну и чтобы они были, либо состав хороший. Но вот даже сейчас последние привозы не найти. Вот, понимаете, очень хочется показать вам кашемир, показать вам там шелк с кашемиром, а вот ничего подобного показать нельзя, потому что просто нету. Вот зато зимние олени в хуманах висят. В общем, болтаю опять, не знам, а что, не знам, а о чем. Но вот посмотрите, пожалуйста, какой у нас... Причем вот этот привоз был последний. Это не то, что я вам, знаете, буду показывать там еще двухмесячной давности у меня, и такое есть. На другом телефоне у меня такое тоже есть. И я хотела тот ролик, кстати, удалить. Ну и вот это из эксклюзива. Пальто. И пальто из больших размеров. То есть, ну что мне понравилось? Мне понравился цвет, мне понравилась клетка, и однобортный, простите, однобортный. Но он, конечно, мне большой. Но так как, вы знаете, я люблю мерить верхнюю одежду больше, чем, например, джемпера, потому что трикотаж обычно такой, знаете, достаточно растянутый. А вот этот крестик, это то, что большие размеры, чтобы продавцы не путались. Ну и так как уже клиенты тоже сами понимают, что если стоит крестик на циннике, значит, это из больших размеров, из корпулента. Вот очень интересная вещица. Жилет. Такой, знаете, комбинированный, серебристого цвета. Когда он висел на вешалке, я думала, что будет, ну, чуть-чуть, мне, знаете, вот маловато. Ну, мне конкретно маловато он на два размера точно. Хотя по плечам очень хорошо. Но вот не застегивается. Вот, знаете, очень обидно, потому что он висел в эксклюзиве. Видите, такая зеленая бирочка, 30 евро. И он вообще даже с биркой абсолютно новая. И, в общем-то, наверное, это москина. Хотя, знаете, меня взяли сомнения. Даже при том, что это с биркой, все равно я так поняла, что это все-таки, наверное, фейк. Но, опять-таки, не факт. Показываю вам. Вот, знаете, чтобы вы, специалисты, внимательно посмотрели и сказали мне, все-таки, фейк это или оригинал? Хотя, конечно, мы уже с вами обсуждали, что очень иногда трудно понять, оригинал это или нет. Ну, с вещами, наверное, все-таки более проще, чем, например, с сумками. В вещах там должна быть голограмма, там должно быть очень много бирок. Платье очень красивое. Опять мне маловато. Опять из эксклюзива. И такое, знаете, аляпистое. Внизу тоже комбинированное, однотонное. Ну, вот, знаете, если с узенькими брючками, то очень даже хорошо, если с черными узенькими брючками. Ну, и, конечно, это кос. Я не могла пройти мимо коса. Если вот мне всегда по размеру, я всегда меряю косовские вещи, чтобы вам показать, какие у нас все-таки в эксклюзиве бывают вещи. В общем, у нас вообще в эксклюзиве много хороших вещей. Но не всегда бывает возможность померить, потому что они мне малы. Ну, и, конечно, обувь. Обувь, кстати, в этот раз была какая-то достаточно печальная. Выбора немного, потому что я в первый день снимаю в той же Хумане, где снимала в прошлый раз привоз первый день, где я вам очень-очень много разной шикарнейшей обуви показывала. А в этот раз, и, кстати, я уже вам говорила, что когда в винтажке снимала в последнем ролике, что закономерность этого привоза, что очень мало обуви. Сумок мало и обуви. Ну, и вы знаете, так как теперь вообще не знаем, что как и будет, потому что мы сейчас с вами отправляемся в домашку. Хочу вам показать домашнюю одежду, халатов, пижам. Всегда очень много в Хуманах. Не только в пятинедельной, но и в двухнедельной. Так вот, я когда вам винтажку показывала, по-моему, говорила о том, что... Или не говорила о том, что винтаж... Ой, пятинедельные Хуманы и двухнедельные продлевают на одну неделю. То есть вместо пяти недель – шесть недель, а двухнедельные Хуманы – три недели. Ну, так вы знаете, они закрылись буквально вот после первой недели. И теперь, когда откроются, вы представляете, у них вообще... Так, подождите, я запуталась. Значит, у них должно было быть в середине... В начале февраля уже вывешиваться летнее. То бишь, это должна была быть третья неделя привоза из шести. А так как они, все Хуманы, закрылись, то теперь предполагается, что весенне-летний товар отложится в выкладка. Я вообще не знаю, насколько. До лета. Или все-таки они сразу после открытия начнут выкладывать. Но вообще, по логике вещей, если до 11 января, до 12 они закрыты, Хуманы, это я вам показываю подушки, одеяло, большие покрывала. Ну и, конечно же, пройдемся по блузкам. Хлопковым рубашкам, по блузкам. Просто посмотрите. Пока, знаете, я свой монолог произношу. Так вот, в принципе, по идее, когда они откроются, если они откроются, конечно, 12, но, честно сказать, меня сомнения берут, что откроются. И все-все, в общем-то, и говорят о том, что вряд ли. Что все-таки, наверное, продлят до конца. До января до февраля. И тут там неизвестно вообще, что будет происходить. Потому что... Ну, это, конечно, ужасно, хочу вам сказать. Это даже не для нас ужасно, шапоголиков, а ужасно для тех, кто вообще без работы. И, знаете, вот... Ну, правда, смех смехом, но это на самом деле вот очень плохо. Вот, знаете, я сейчас настолько счастлива, что у меня есть работа, вы даже не представляете. Вот я, знаете, плакала там, ну, как плакала, жаловалась вам на основном канале, что мне тяжело, что трудно, и теперь я такая счастливая, что у меня есть работа, потому что 50% населения нашего трудоспособного просто без работы. Вот это так страшно, хочу вам сказать. Это просто трагедия. Ну, ладно, не будем сейчас о плохом. Показываю вам рубашки, блузки. Вот это интересно, это уже жакеты. Знаете, это я просто болтаю и не смотрю в окошечко телефона, потому что монтирую это я на телефоне, и все у меня, вся информация у меня, все ролики на телефоне. Вот. Это, да, жакеты. Жакеты в этот раз были такие достаточно интересные, но опять-таки не померить, друзья, потому что мало. Ну что, сумка под Шанель. Такая же, только красная. Ну, а это мы с вами переместились на месяц, на три недели, на месяц назад. Это с Эконом Сити. Да, Эконом Сити. Мы с вами там частенько бываем, но в последнее время как-то я туда не заходила. Это там, где по четвергам привозь на углу Мариас и Блауманя. У них также сеть магазинов. Мы с вами, когда я делала обзор на Эконом Сити и Мода Макс, мы с вами были в этом магазине в Пурцемсе. У них, по-моему, три или четыре магазина в городе. Но я, правда, не уверена. Вот знаю точно два. И вроде бы... А, вот, и еще мы с вами были в этом магазине, когда гуляли в Кингараксе и в длинном магазине, где там, знаете, вот в этих длинных магазинах в Кингараксе очень много секондов, прямо один за другим. И когда я ездила с вами искать Мода Макс, обозревать сумки на первый день привоза. Да, вот получается три магазина. А этот в центре города, и тоже это был четверг, когда первый день привоза. Самый такой, знаете, интересный. И этих маленьких сумочек на самом деле было интересно. Там же вот в этой корзине лежат маленькие сумки и кошельки. И, в общем-то, бижутерии в этот раз было мало. Я даже бижутерии не снимала. Мне было интересно показать вам сумки. И пойдем сейчас к большим сумкам. Там, где большие сумки, где обувь стоит, вот эти стеллажи. Но, вы знаете, я уже вам, наверное, рассказывала, что я не очень люблю показывать сумки в эконом-сити и в Мода Макс, там, где они висят. Только по одной причине. Вот смотрите, эту сумку, у меня в одной руке телефон, другой рукой я беру эту сумку. Мне надо положить телефон. Я все время, знаете, забываю, вернее, не забываю, переживаю, что я могу просто этот телефон положить и забыть его. Потому что телефон я ложу рядом, вытаскиваю, пытаюсь что-то из сумки, потом опять беру телефон и тогда внутрь залезаю. Вам-то интересно внутри посмотреть, что вам, типа, снаружи. Ну вот. И у меня все время в голове, только бы не забыть телефон. Потому что, ну, на самом деле, жалко, если его забудет. Ну вот. Так что сумки, ну, как могла вам показала, в эконом-сити бывает, ну, вот на этих полках боковых стоят иногда вот кружки, посуда. Вот в этом, кстати, эконом-сити я когда-то не купила, до сих пор помню, вазу за 2 евро из-за темно-красного стекла. Вот до сих пор ее помню и до сих пор хочу вот такую. Вот представляете, бывают иногда покупки такие спонтанные. Ты, ты как бы покупаешь, думаешь, вау, как супер, а потом тут же уже жалеешь о том, что ты купил. А вот бывают такие вещи, которые ты не купил, а потом очень жалеешь. Вот скажите, у вас так часто бывает? У меня это бывает редко, но бывает. В основном покупки, которые я жалею, что я купила. То есть сразу вот ты покупаешь, а потом ты думаешь, вот зачем ты, знаете, вот так спонтанно купил и жалеешь. Ну, в общем, до сих пор помню я эту, вазу, сейчас немножко перебила, потому что дочь написала, она, ай, зуб болит у нее. Так она от зубного мне пишет, мама, болит зуб, боюсь укола. Так, как и я, я сейчас как раз тоже занимаюсь зубами, у меня тоже беда. Кушала, знаете, булочку, это не к теме, секунда, но так. Кушала булочку, типа рожка, рожок, уверена, вы помните, рожок, что такое. Так вот кушала, и вдруг хрямсь, и я такая, да ладно, да ты че, да не может быть. И понимаю, что у меня передний зуб, ну, один из передних зубов, и я думаю, нет, нет, ну, пожалуйста, ну, не надо. Точно, половина зуба, я хрямкнула. Ну, вот скажите, как можно хлебом, хлебушком, половину зуба сломать? Представляете, причем зуба, который никогда даже не был пломбирован. В общем, и когда мне пишет, сейчас я отвлеклась, остановила ролик, и пишет дочь, мама, так страшно, укол такой болючий, а я так боюсь уколов. И когда первый раз пришла к этому доктору, сразу говорю, доктор, я боюсь уколов. Она посмотрела на меня, и говорит, подождите, давайте сначала посмотрим, что у вас. В общем, я сейчас начала делать, ходить к зубному, и вот отвлеклась, что мне дочь пишет, тоже болит у нее зуб, сделали ей укол, будут пломбировать. В общем, друзья, что-то я опять монолог, опять болтала, болтала, а это мы с вами вернулись в Хуману, пятинедельную, показываю вам бижутерию. Бижутерия иногда такая достаточно интересная попадается в Хумане. Но в последнее время я бижутерию в Хумане не покупаю, а вот лет 7-8 назад очень часто покупала, особенно браслеты. Бывают такие, знаете, очень интересные браслеты в Хумане. Но опять-таки, это надо, знаете, прямо к первому заходить, ну, в день привоза и прямо вот к первому заходить. Тогда, может быть, что-то и можно найти еще интересное именно из бижутерии. Ну вот, друзья, на показе этой сумки очень интересный, необычный, меховой, с крестом вышитый. Хочу вам сказать спасибо большое за просмотр. Очередной раз с вами погуляли. В этот раз города, извините, было мало, но как есть, так есть. В следующий раз обязательно вам побольше города покажу. Хорошего вам, друзья, настроение. Не болейте. Зубны, не ходите. Спасибо вам за просмотр и всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok